Читинская мать-кукушка Дорога к счастью или раздору? Читинские ЗАГСы вовсе не располагают к романтике. В этом убедился и корреспондент ЗАПТ-ТВ. Дорога улицы Лозо известна всем водителям своим насыщенным трафиком и пробками. Летом дорога постоянно скрыта под огромной лужей. Тупик Узловой, на котором расположены оптовые базы, тоже прославился. За 15 лет дорогу на тупике Узловом ни разу не ремонтировали за счет средств ни администрации городской, ни каких-то иных средств. Все делали за свой личный счет. Неоднократно мы обращались в городскую администрацию о помощи восстановления данного дорожного полотна. Ответы были следующие, что мы вас запланируем, денег в бюджете нет, ждите. Вот так. Госструктура в ремонте этой дороги никак не участвует. Чиновники говорят, что нет денег, а компания с государственным участием, они занимаются контейнерами. Отказали скидываться, хотя именно их большегрузы в основном и разбивают эту дорогу. У нас вот здесь вот рядом находится трансконтейнерная. Обратившись к ней, чтобы они хотя бы немного поучаствовали в ремонте дороги, они сказали, что мы московская организация, у нас денег на восстановление дороги не нашей администрации нет. И то есть это еще не все базы сдали. Договор заключен на 2 миллиона 570 тысяч. Но в ходе работы возможно увеличение в большую сумму, потому что там и расход щебня, и 7 сантиметров подушка асфальта. То есть нас сразу предупредили, что это не окончательная сумма. С дорогой, может быть, с города обсуждали, что какую-то часть, может быть, восстановят предпринимателям от затраченных средств? Такого ни обсуждения не было, и ни письменного обращения не было о восстановлении. То есть мы восстанавливаем эту дорогу уже второй раз. Тем более в этом году было такое огромное большое количество осадков. Если бы мы не сделали его в этом году, то мы бы просто потеряли это покрытие вообще. К нам никто не хочет ехать, потому что огромная лужа. Машины не проезжают, потому что там нужно плыть, там нужно ехать на моторной лодке, чтобы до нас доехать. И поэтому мы положили асфальт 7 сантиметров. Вот так. Вроде бы обычная ситуация для Читы. Проблему решают не власти, а те, у кого просто нет иного выхода. Бизнес без нормальной дороги страдает. Тем удивительней выглядит сообщение на портале ЗАБРУ о возражении от группы предпринимателей, направленном к комитету градостроительной политики Читы. Замечания на проекты планировки и межевание бывшей территории машзавода, где индивидуальный предприниматель Шагдарова из Бурятии сейчас строит торговый центр «Абсолют». В частности, авторы возразили против открытия тупиковой улицы Курнатовского, так как это повлечет расходование бюджетных средств, которые, по их мнению, администрация города должна направлять на ремонт существующих улиц и поддержку местных предпринимателей. А также задались вопросом, в чьих интересах действуют власти краевого центра. Копия документа находится в распоряжении редакции ЗАБРУ. Конечно, очень обидно, что на данном тупике узловом функционируют предприниматели больше ста. Только вот, к примеру, на нашей базе оптовый комплекс «Яхан» 40 арендаторов разных арендует помещение. И то есть это предприниматели Забайкальского края, которые работают и живут здесь. Это их край, их город. И нам никакой помощи во восстановлении дорожного полотна не было оказано. Конечно, почему иногороднему предпринимателю оказываются и переносятся и остановки, и находятся деньги, а на предпринимателей Забайкальского края они не находятся. Обидно очень. На границе Китая и России в минувшие выходные образовался настоящий коллапс. Туристы не могли пересечь контрольный пункт и вернуться к себе домой. Почти двое суток. Уставшие, без еды и ночлега. Заложником ситуации оказалась и читинка Оксана Клименко. Рассказывает, такое завершение поездки испортило все впечатление об отдыхе. Мы приехали на китайскую, получается, границу в пять часов вечера. И уехали только через сутки и четыре часа. Там начали просто все уже возмущаться, звонить на таможню. Они сказали, все работает в штатном режиме. Я говорю, ну как все работает, если мы стоим сутки. Китайцев пропускали и рейсовые автобусы. Все остальные стояли. В Краевом министерстве международного сотрудничества и внешнеэкономических связей прокомментировали данную ситуацию. Оказалось, что пограничники из КНР пропускают в первую очередь автомобили Китая. А российские автобусы уже по остаточному принципу. У сотрудников пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю свое видение ситуации. Во всем виноваты неисправные компьютеры. Хотя не отрицают, китайские автомобили действительно в приоритете. Напомним, в сентябре эта проблема уже обсуждалась российской и китайской сторонами. Обещали, порядок наведут, машины будут чередовать. Не прошло и месяц, и ситуация повторилась. Уже завтра министр внешнеэкономических связей Алексей Дробатушенко с рабочей поездкой отправится в соседнее государство, где еще раз поднимет этот вопрос. Любовь Шильникова – мать шестерых детей и бабушка десяти внуков. Однако о спокойной старости думать не приходится, ведь для троих маленьких внучат бабушка стала опекуном. Любит три, Сонит два года и семь месяцев, а Миша всего годик. Также есть еще один внук – Данил. Он появился на свет в городе Новосибирске. И сейчас бабушке нужно ехать туда, чтобы забрать и его. Мамы этих детей оказались кукушками. Оставила старшая дочь сначала Любушку. Ей было четыре месяца. После этого родилась у нас Соня. Ей было два месяца. Мы жили в Тепляке, тоже так же проживали, потому что холодно было. Здесь еще ремонта не было. Родилась Соня. Дочка тоже решила, видно, свою жизнь строить самостоятельно. Развернулась и ушла. Оставила ее мечтную. То есть так у меня появилось двое детей. После этого, значит, у нас появился Михаил. В том году у нас Мишеньку бросили. Я поехала, его забрала Михаила. Также опять опека помогла. Приехали, посмотрели то, что посчитали нужным, что можно, возможно, что я могу ростить детей. Вот теперь у меня трое детей. А четвертый, вот сейчас в данное время, находится в Новосибирске. Мама Оля, это моя дочь Ольга, мне даже стыдно называть это, что это моя дочь. Шестерых сама воспитала, ни одного не бросила. Ну вот, а дети вот так. Значит, моя ошибка в чем-то была где-то. Родила мальчика 27 августа. И 18 сентября мне сообщили, что она ребенка оставила. Оставила на кого-то сожителя, непонятно, с кем она там проживала. Дочь выходила на связь, даже обрадовала маму, что та стала бабушкой десятого внука. Через какое-то время Ольга исчезла. Позже выяснилось, что Ольга пошла регистрировать сына и не вернулась домой. Ее сожитель подал заявление в полицию. До сих пор местонахождение женщины так и не установлено. Так дети оказались у меня. Помимо этого всего, я узнала еще очень нехорошую, неприятную для себя историю. Женщина вот этого сожителя отправила мне выписку. Через интернет. Я прочитала то, что Оле было уже до этого ребенка, до Данилы, за которым я поеду. Двое родов. То есть это что означает? Что она уже рожала где-то. Этот же молодой человек тут же мне опять сказал, что да, она рожала в Нижнем Новгороде. Рожала, родила, родила, не знаю кого, потому что я была в таком, ну не знаю, что со мной было. Я даже не спросила, мальчик, девочка. Родила, вышла с роддома, оставила ребенка на лавочке, она сказала ему, документы выброси. Несмотря на такие тяжелые удары судьбы, любовь держится, детки всегда сыты и одеты. Благодаря своим трудам на большом огороде и уходу за домашним скотом, мама и бабушка в одном лице делает все, чтобы внуки были обеспечены всем необходимым. Сейчас главная задача полететь в Новосибирск за еще одним ребенком, но на это нет денег. Одно единственное у меня загвоздка с финансами, то что мне не на что просто-напросто выехать. У меня есть деньги, 6 тысяч, вот 6 тысяч лежат, как бы нам бы хватило. Мы живем как-то вот так вот в сад все покупаем, все что нужно везде, везде как бы хозяйство у нас есть. В данное время я продаю хозяйство свое поросят, но сами понимаете, на землю никто ничего не берет. И вот прошу добрых людей, может кто-то сможет, пусть по 100 рублей, по 200 рублей, для нас это сумма. Помочь многодетной бабушке можете и вы. Средства нужно перечислить по номеру карты, ее реквизиты вы видите на экране. Мы обязательно вернемся к этой истории и расскажем о том, как двухмесячный Данил обрел свою семью. Юлия Сидельникова, Анатолий Мешаков, ЗАПТВ. Пять лет назад жизнь Четинки Натальи Арефьевой превратилась в кошмар. После продажи большого дома женщина хотела купить себе квартиру и обратилась в агентство недвижимости под названием «Ваше право». Там пенсионерки быстро подобрали желанный вариант – просторную двухкомнатную квартиру по улице Красной Звезды. Однако дальше события развивались, как в настоящем детективе. Черным риэлторам и их сообщникам предстояло сыграть настоящий спектакль. Все ради того, чтобы оставить пожилую женщину и без жилья, и без денег. Мы приехали с Гагаркиной, посмотрели квартиру, хотя сыну не понравилась эта квартира Алешки. Я говорю, Леша, ты почему так? Мама, ну вот ты понимаешь, не могу я. И, короче, он развернулся и от нас ушел. Я говорю, Алеша, с одной стороны, мне же здесь жить. Вы же, может, также в гости приезжать будете. Будет двухкомнатная квартира. Езжайте спокойно. Сейчас мы деньги заплатим, и все нормально будет. 26-27 мы встречаемся, значит, делаем предварительный договор у Гагаркиной, у Вашей права недвижимости. Потом, значит, 28... А, Журавлева нам так и говорит. Вы приезжайте 28-го числа, у меня будет, значит, представитель, это типа адвокат, Барабашевский Александр Николаевич. А он типа или он по-настоящему адвокат? Вообще он юрист. Оказывается, он никакой не адвокат. Поехали мы в банк. Да, 28-го числа мы отдали деньги. Эта квартира была в ипотеке. Ипотека находилась в Иркутске. Это надо было Барабашевскому убирать билеты, ехать в Иркутск, закрывать ипотеку. То есть она продавала квартиру, которая еще находилась в ипотеке, и из-за нее не было выплачено полностью. Мы, значит, ей мы эти деньги отдали. Поехали расписку делать, значит, у нотариуса, там расписали, что я ей деньги отдала. Журавлевой. Риэлтора Агентства недвижимости осудили. Сейчас она отбывает наказание в исправительной колонии. А вот ее сообщница, хозяйка квартиры по улице Красной Звезды, вышла сухой из воды и, возможно, продолжает ставить свои преступные спектакли. ЗАП-ТВ готовит большое журналистское расследование. Уже совсем скоро вы узнаете новые подробности в деле про ненасытных аферистов и обманутых читинцев. Виктор Соловьев, Анатолий Мешаков, ЗАП-ТВ. Реконструкция второй очереди Каштагской развязки в самом разгаре. Работа кипит, везде спецтехника. Водители к неудобствам относятся с пониманием. Дорогу ждали долго. Больше 10 лет пустых обещаний со стороны чиновников, сотни миллионов неосвоенных рублей, недобросовестные подрядчики, неразбериха с документами – все это позади. Казалось бы, теперь-то точно все хорошо. Однако совсем недавно в редакцию ЗАП-ТВ позвонили жители села Смоленко, которые заподозрили что-то неладное. Очень подозрительно его как-то делают. Насыпают песок и просто потом сверху закатывают асфальт. Это такое впечатление, что они деньги просто отмывают на этом всем, потому что на самом деле щебень должен сначала ложиться, потом укатываться, и потом асфальт уже ложится. И эта дорога, она просто уже, она в принципе-то не очень хорошая. И она просто через год, наверное, уже колом встанет. В Министерстве территориального развития к таким псевдодорожникам отнеслись скептически. Слухи опровергли сразу. По технологии устройства, значит, выполняется сначала, выполняется земляной его работой, то есть полностью отсыпается земляное полотно. И сверху отсыпается ЧПС, то есть не песок, а щебеночная песчаная смесь. Она имеет определенную фракцию состав, она проходит в лабораторию, так как предусмотрена в проекте. И сверху уже щебеночная песчаная смесь укладывается сначала нижний слой покрытия из мелкозернистой пурси асфальтобетонной смеси, а сверху уже плотная асфальтобетонная смесь. Напомним, реконструкцией развязки сейчас занимается подрядная организация ДМРСУ. Срок окончания работ назначен на конец 2019 года. Стоимость проекта – 221 миллион рублей. Это и деньги из Дорожного фонда «Края», и средства городского бюджета. Протяженность участка – 1600 километров. Там, значит, будет устроено покрытие асфальтобетонное, четырехполосное движение, то есть две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Также около домов, которые непосредственно проходят, коттеджи стоят, там будут выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на дорогах, спутниках так называемых, чтобы был выезд. На словах все действительно выглядит оптимистично. А как же на деле, это чтенцы смогут проверить уже через год. Кулия Алхасова, Виктор Соловьев, Ирина Петрова, Владимир Николаев, ЗАПТ-ТВ. Вновь сформированный состав законодательного собрания третьего созыва приступил к работе. Ряды законотворцев пополнили молодые депутаты в возрасте от 22 до 30 лет. Новое видение развития Забайкальского края, по мнению губернатора, поможет улучшить положение региона и укрепит узы власти с молодежью. Одним из самых молодых депутатов третьего созыва законодательного собрания от партии ЛДПР является Станислав Турукин. 30-летний врач, анестезиолог-реаниматолог работает в отделении кардиореанимации. Но не только врачебное дело привлекало юношу. Еще в студенческие годы Станислав начал интересоваться политикой. С улыбкой вспоминает, как вступил в одну из партий. После этого началась его серьезная депутатская карьера. Руководству партии это понравилось, что я такой активный, молодой, проявляю себя. И предложили мне в 2017 году избираться в депутаты муниципального района, Улетовский район, в Совет депутатов. Там я прошел по списку и в течение прошлого года мы там посуществляли свою депутатскую деятельность. И мне просто предложили баллотироваться в законодательное собрание. Я не отказался. Выдвинули меня по 24-му избирательному округу при Оргунском. Ну и там успешно я прошел этих выборов. К своей основной работе Станислав относится с большой ответственностью. Бумажный волокитий предпочитает работу с пациентами. Каждый новый случай исцеления для него самая ценная награда за труд. Я поступил в клиническую ординатуру на кафедру терапии. Два года здесь обучался. Буквально через несколько месяцев после моего поступления в ординатуру я был замечен заведующим отделением кардиологии Сергеем Накиньевичем Худневым. Он увидел по мне как перспективного кардиолога, врача молодого. И сразу же предложил мне работу в этом отделении. Заряжены новыми идеями Станислав готов предлагать множество проектов для развития региона. Но на первом месте у молодого депутата стоит решение проблемы с большим оттоком врачей-специалистов из Забайкальского края. Как человек, работающий в сфере медицины, он видит всю эту трагедию изнутри. Много моих коллег, очень хороших специалистов уехали из края. У тех коллег, которых я учился даже здесь, вот эти свои специальности, тоже покинули территорию Забайкальского края. Я рассчитываю на поддержку молодых специалистов для того, чтобы удержать их на месте. Но для этого нам надо, естественно, приемлемую заплату. Это жилье для молодых специалистов. И в первую очередь это, конечно, на селе. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, Заб ТВ Покупка новой шубы – это дело, которое не стоит откладывать до наступления холодов. Тем более в этом сезоне столько актуальных моделей, что можно просто растеряться. Прямо сейчас мы расскажем вам, как выбрать ту самую идеальную шубку. В первую очередь нужно определиться, для чего вам нужна шуба. Если вы хотите выглядеть обворожительно, присмотритесь к норке. В повседневной жизни будет уместна модель до колена или чуть ниже, желательно с капюшоном. Тогда вам будет не спрашен любой мороз. Для поездок за рулем следует обратить внимание на укороченные шубки, возможно, с рукавом три четверти. Длинные перчатки сделают ваш образ более женственным. Разумеется, из моды никогда не выйдет классика. Уже не первый год женщины отдают предпочтение стильным моделям поперечного пошива. Дамам, которые предпочитают практичность и комфорт, необходимо знать, что самый теплый мех – это мутон или лисичка. Не ограничивайте себя в выборе цвета. Можете смело выбрать голубой. Главное, чтобы смелый оттенок подходил именно вам. Хотите сделать выгодное приобретение? Вобретение сейчас самое удачное время. Уникальная возможность купить новую шубу и при этом здорово сэкономить доступ на каждой четинке. Сеть магазинов Кировской фабрики «Северина» предоставляет грандиозные скидки на шубы и головные уборы. Качественный мех – главный отличительный признак компании. Рассрочка без переплаты на три года. Внимательные консультанты подберут модель, подходящую по стилю именно вам. Спешите только с 8 по 14 октября. Торговый центр «Грандсети» – Бутина, 8А, 2 этаж. Шубки от Кировской фабрики «Северина» будут согревать вас не одну зиму. Юлия Сидельникова, Ирина Петрова, ЗАПТВ. Это не просто безумно красиво. Дизайнеры мирового бренда сделали ставку еще и на качество изделий. Элитные кружева тонкие, как крылья бабочки, соблазнительный шелк, согревающий в прохладе офиса и освежающий в жару. Все модели на любой случай жизни – под вечернее платье с глубоким декольте или с открытой спиной – базовые изделия на каждый день. А вот изысканные сорочки и бодзи уже на особый случай. Возможно, именно тот, который и изменит все. А это не просто пижама. Добавьте к костюму лодочки и вуаля – вечерний образ готов. А в бюстгалтере, названном в честь Сары Джессики Паркер, вы точно будете звездой. Для этого даже не нужно искать любимую серию и прикасаться к пульту. Пусть эта осень станет особенно яркой и неожиданной с одеждой и бельем от Интимиссими. Сочетайте топы и бюстгалтеры с костюмами, и вы создадите свой неповторимый стиль. А такие домашние халаты из ультрамягкой ткани сделают ваши вечера невероятно теплыми и уютными. Все, что представлено на витрине – это лишь 30% из всего, что есть в наличии, так что отзывчивые консультанты точно подберут идеальное белье. А идеальный спутник у вас уже есть. Места, где соединяются сердца, должны обладать особой атмосферой или аурой, называйте как хотите. Только тогда пары будут счастливыми, а браки – крепкими. Но что делать, если эта самая дорога не так безоблачна и прекрасна, как кажется на первый взгляд? Съемочная группа ЗАП-ТВ решила нанести визит в разные отделения ЗАГСов нашего города. Если говорить открыто, нас постигло большое разочарование. Сломанная местами плитка, уродливое оформление и прочие атрибуты времен серпа и молота встречали нас около каждой двери. Кажется, можно забыть о мечте пройти на красивых высоких каблуках, ведь это почти невозможно. Если обратить внимание на дороги, которые ведут к женскому счастью, то в день моей свадьбы на моих ногах будут кроссовки, а еще лучше – тапки. Сережа, а ты бы взял меня замуж? Ну и пожалуйста, ну и не нужно. Кажется, что к осенним регистрациям браков должен быть особый подход, ведь сама природа благоволит тому, чтобы играть свадьбы в это яркое время года. Но Читинские ЗАГСы украшены только сезонными дарами природы в виде листьев и деревьев. Привнести в церемонии бракосочетаний самобытный колорит никто не спешит, хотя атмосфера имеет большое значение для молодоженов. Мы все с вами прекрасно понимаем, что несмотря на то, что это и положительное, такое позитивное событие – брак, тем не менее и молодожены, и все их родственники, они находятся в стрессе, как говорится, эу-стресс. То есть положительный стресс. И поэтому каждая деталь, она может, негативная, да, такая деталь может усилить напряжение. Недаром существует такая китайская философия, как фэн-шуй, да, все мы о ней знаем, которая как раз говорит о том, что все детали, какие-то мельчайшие, они создают именно гармоничное пространство, которое способствует позитивным эмоциям, способствует ощущению счастья, да, ощущению чего-то такого радостного. По словам психолога, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно окружить человека вещами и деталями, которые способствуют успеху. С внешним видом наших ЗАГСов процент удачного замужества явно сокращается. Если ты ребенок, то твое лето создано для того, чтобы строить шалаши, качаться на качелях и купаться в речке. Но для шестилетней Тамары Штефан в этом году самого прекрасного времени года не случилось. Лето девочка провела в больницах. Сначала болельщика показалась врачам вполне рядовой и совсем не страшной. Мы обращались в больницу в Краснокаменске у нас. И желудок лечили. Желудок, печень, да что лечили. Таблетки, считай, все это вот покупали. Раз в больнице лежала у нас в Краснокаменске, и все. Ребенок Штефан Тамара поступила в отделение детской онкологии 30 августа 2018 года с диагнозом медулогластома мошечка. Тамара была прооперирована в детской клинической больнице 8 августа 2018 года. Сейчас получает химиотерапию. Операция прошла успешно. Однако маленькая Тамара до сих пор не вернулась в свое обычное состояние. У девочки пропала речь. Сейчас Тамара нуждается в дообследовании и лечении в центре Рогачева. Деньги нужны на анализы, проезд и жизнь в Москве. Чтобы помочь, вы можете отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом «Платеж могу». В сообщении укажите сумму, которую вы готовы пожертвовать. 20 сентября Тамаре исполнится 7 лет, и самым дорогим подарком для девочки станет, конечно же, шанс на выздоровление. Наталья Протаковская, Сергей Бумагин. Специально для проекта «Я помогу».